Цветоделение довольно серьезный процесс, поэтому вам надо получить от типографии все требования. Пожалуйста, я здесь в методичке тоже это подчеркнула, проконсультируйтесь с работниками типографии, это технолог или инженер подопечатной подготовки, уточните все нюансы, потом берите за эту серьезную функцию. Делать цветоделение можно в PDF формате. Для цветоделения вам понадобится устанавливать программу Adobe Acrobat, именно Acrobat, соответствующей версии. В Creative Cloud версии работает версия Acrobat DC. Не надо запускать, но программа должна быть. Для цветоделения мы выбираем команду File, Print, печать на виртуальном принтере, PDF. File, Print. Сразу же выбираем принтер Adobe PDF. И сразу же этому PDF формату мы выбираем нужное качество. В нижнем левом углу кнопка Setup, Настройки, это очень важно. И мы здесь выбираем, здесь возмущается программа Уверенный, мы говорим Уверенный, Continue, Продолжить. И здесь выбираем тоже еще раз Adobe PDF, Настройки. И вместо стандартного качества, это нас не устраивает. Обратите внимание, справа от лампочки описывается, для чего это стандартное качество. Для печати на домашних принтерах, для сохранения и показа на экранах. А мы хотим на высококачественную печать отправить. Поэтому мы в этом списке выбираем High Quality Print. High Quality Print это высококачественная печать. Ради этой команды мы сюда зашли. Окей, печать. Далее, на вкладке General, рекомендую выбрать печатную область, печатный размер. По умолчанию, по ширине и по высоте, мы видим формат А4. Но у меня же выпуск за обрез. 6 мм по ширине, 6 мм по высоте добавлено. Поэтому, чтобы эти 6 мм по ширине и по высоте тоже включились в процесс, мы в Media Size выбираем Custom. Custom, пользовательский размер и эти 6 мм моментально суммируются. Далее, метки и выпуск за обрез. Marks and Bleed. Я рекомендую включить все метки обрезки. И метки обрезки, и метки совмещения, и калибровочная шкала, и, конечно, информация о каждой отдельно взятой странице. Метки обрезки европейские, не японские. Они могут быть со смещением от края страницы где-то на 3-5 мм. Но они тоже должны печататься, а мы пока их не видим. Мы еще раз вынуждены возвращаться на General. И здесь еще раз в Media Size выбрать Custom. Это очень важно. И последняя, третья вкладка для этой работы, для цветоделения. Мы Output, выходные данные, выбираем модель Separations, цветоделение, дословный перевод. Конечно, мы у типографии уточняем, какое разрешение, какая линииатура. И эти данные выбираем уже в списке Printer Resolutions. То есть мы это в воздухе не берем, мы просто уточняем все нюансы. Если вдруг типография потребует изменить угол поворота линий понтон цвета, так как в большинстве случаев повторение углов недопустимо. Если типография потребует, вы просто измените угол поворота понтон линий. Между углами должна быть разница от 10 до 15 градусов. После всех этих функций я нажимаю Print, печать. На виртуальном принтере Adobe PDF. Идет процесс цветоделения. Я назову немножко по-другому, так как это у нас полноцветный PDF обычный, а это у нас будет уже цветоделенный PDF. Идет процесс цветоделения с подробнейшим описанием, что происходит, как все работает. Ждем. И, как правило, сразу запускается сам файл. Пожалуйста. Это ЦИАН. Если увеличить масштаб, вы увидите, это форма для краски ЦИАН. Это форма для краски МАДЖЕНТО. Здесь форма для краски ЙЕЛЛУ. И форма для краски БЛЭК. И наша золотая рыбка, конечно. Это форма для Пантон. 8-6-44. Из этих цветоделенных полос в дальнейшем уже в типографии получат вот такие печатные формы. Либо пленки, хотя сейчас с пленками уже мало кто работает, но это тоже возможно. Либо формы металлические или флекс-формы. Будьте готовы. Вот такой интересный процесс цветоделения. Некоторые типографии все еще работают с PostScript файлом. Для печати в PostScript файл вам понадобится PPD файл. PPD это файл описания свойств конкретного оборудования печатного. PPD файл вам передает сотрудник типографии. PPD файл вы копируете и вставляете в систему Windows, System32, Spool, Drivers, X64. Просто сюда вставляете. Ctrl-C, Ctrl-V. Очень редко это сейчас делается, потому что на самом деле PDF высокое качество сейчас в данной ситуации обеспечивает полностью. Но все же, если вдруг от вас потребуют PostScript файл, что вам надо делать? Файл таким же образом, после, конечно, установки PPD файла, после копирования PPD файла, вы свой макет также печатаете на виртуальном принтере. На сей раз виртуальный принтер Adobe PostScript. И PPD, файл описания конкретного печатного оборудования, уже тот файл, который вы скопировали. Остальное почти так же. Хотите делать это деление, можете полноцветный PostScript уже отправить. Это делается так. Довольно просто, но довольно редко, если честно. Сохраняю. Сохраняется именно как PostScript. PostScript файл. И для проверки я рекомендую, конечно, через Acrobat Distyler проверить. Сейчас покажу. Все. PostScript уже есть. Еще раз здесь покажу вам. PS. Вот такое расширение PostScript. Если хочется проверить качество, то вы PostScript можете через программу Distyler преобразовать в PDF. И там уже проверить. Иначе PostScript просто так не увидите. Запускаете приложение Adobe Distyler. И там уже открываете не в стандартном качестве, а в высоком качестве файл Open этот PostScript файл. Это, скорее всего, ради проверки. Да, и вместе с PostScript очень часто отправляем такой PDF тоже. Так что имейте в виду, если вдруг от вас это потребуется, вы смело можете делать. Еще раз повторяю, довольно редко это мы делаем. Но мало ли что. Вдруг вот такой PostScript в процессе открытия преобразовывается в высококачественный PDF. И вы просто открываете двойным кликом и проверяете. Пожалуйста. Я без цветоделения сделала. Все на месте, все в порядке.